Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. В центре внимания кадровый вопрос. Новым главой администрации Московского района Бреста назначен Андрей Филанович. В приоритете у руководителя экономика, строительства жилья и здравоохранения. Дипломатия городов, которая способствует развитию культурных, образовательных, технических и торгово-экономических отношений. В Брестском городском исполнительном комитете прошла встреча с делегацией из польского города Седльцы, которую возглавил президент Анджей Ситник. Что форум пятый нам готовит? В Бресте в апреле пройдет юбилейный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020». Акцент на экспорт услуг. Кадровый вопрос в центре внимания. В Московском районе новый руководитель, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис на этой неделе представил главу администрации. Им стал Андрей Филанович, который ранее работал в должности заместителя председателя горосполкома. Экс-глава Вячеслав Дашкевич продолжит и деятельность в Федерации профсоюзов. А какие задачи губернатор региона поставил перед новым управленцем? И как будет развиваться густонаселенный Московский район в ближайшем будущем? Расскажем в первом материале выпуска. Экономика, строительство жилья и здравоохранение. Направления приоритетные, ведь касаются уровня жизни людей, здоровья, зарплат, финансовой состоятельности района. Они стали основными темами кадрового понедельника. Их губернатор области Анатолий Лис обсудил с тем, кому придется курировать направление уже в новой должности. Проблем сегодня даже достаточно много в районе, которые необходимо решать. Ну и поэтому он изгибляется в принципе вертикали руководства администрации. Что известно про Андрея Филановича, бывший зампред горосполкома. Курировал сферу здравоохранения, инвестиций, занимался вопросами недвижимого имущества. А значит сказать, что новому руководителю придется попасть, что называется, из огня до вполыми, нельзя. Он хорошо знает доверенные ему сферы. Но работать придется много. Во-первых, стоит задача исправить экономическую ситуацию на проблемных предприятиях. Таких как электроламповые и электромеханические заводы, фабрика сувениров «Славянка», ковры «Бреста» и «Цветотрон». Задача совместно с хозяйственным активом района найти уникальную стратегию развития каждого предприятия. Надо будет посетить предприятия промышленного комплекса, посмотреть, узнать более подробно на нужном месте те проблемные вопросы. И совместно с высшестоящими органами, включая и министерство, пытаться найти решение их вопросов. Во-вторых, нужно эффективнее работать в части улучшения жилищных условий многодетных семей, обеспеченности местами в детских садах, проведению капремонта жилого фонда. Есть вопросы по обеспеченности местами в детских садах. Поэтому те задачи, которые были поставлены сегодня, мы в этом направлении будем работать. Будет строиться многоквартирный жилой дом со встроенным детским садиком на первом этаже. Нам также от Министерства обороны в собственность города Бреста передан был первый этаж в Южном, там тоже в жилом доме, поэтому тоже будет вестись работа по, скажем, переоборудованию дальних помещений под детский садик. Также сегодня уже ведется строительство нового медицинского центра в Заречной части Бреста. Это будет самый крупный объект здравоохранения не только в городе, но и в области. Вы смотрите программу «Итоги недели. Говорим об актуальном». Брест – тот белорусский город, где международные связи являются одним из главных резервов социально-экономического развития. На данный момент областной центр имеет побратимские отношения с 34 городами мира, среди которых четыре польских – Люблин, Белоподляска, Тересполь и Седельское воеводство. Связи эти поддерживаются, а развитие подобного рода сотрудничества сегодня уже имеет определенное название – «Дипломатия городов», что способствует развитию культурных, образовательных, технических и торгово-экономических отношений. Одной из важных форм дипломатии городов является установление долгосрочных побратимских связей между ними. Об этом и на многие другие темы говорили на встрече с делегацией из польского города Седельце, которую возглавил президент Анджей Ситник, команда управленцев города Бреста, во главе с первым заместителем председателя горосполкома Вальдимом Кравчуком. Все подробности прямо сейчас. Дипломатия городов – емкий термин. Ведь именно партнерские связи динамичны и экономически оправданы, поскольку представители власти и бизнеса регионов взаимодействуют напрямую, быстрее принимая решения, наложивая контакты в экономической области. Отношения в этом сегменте с Республикой Польша весьма продуктивны. Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горосполкома, на встрече подчеркнул, что внешний торговый оборот со странной соседкой в год составляет порядка 170 миллионов долларов. В основном мы на экспорт отгружаем продукцию – молочная продукция, ликеро-водочная продукция, морепродукты, уголь каменный и ряд другой продукции. Сегодняшняя встреча была именно посвящена с мэрией Седлиц определению точечных проектов. То есть мы определились по ряду направлений, таких как логистика, транспорт, IT-сфера и туризм. В других направлениях, таких как образование, спорт и здравоохранение, и культура, уже у нас проекты работают, у нас есть точные проекты, которые мы работаем по грандам Евросоюза, где выступаем в партнерских отношениях и реализуем ряд проектов. Итак, сегодня в зоне интересов управленца Брестского горосполкома IT-сфера – логистика, транспорт и туризм. Найти точки взаимодействия, выработать правильные решения по их реализации для обеих сторон важно, подчеркивали и представители делегации польского седлица. В команде молодого президента города Анджа Сидника люди продвинутые, потому предложение Брестской стороны восприняли оптимистично. Акцентировали на развитии туристического бизнеса как одного из направлений сотрудничества. Необходимо совершенствовать, используя современные IT-технологии в туризме и не только. Что касается именно туристического потенциала, то здесь мы сделали особый акцент, потому что к тысячелетию города было очень достаточно уделено внимание со стороны областного руководства, городского руководства, создание хорошей инфраструктуры. Сегодня законодательство позволяет безвизовый режим въезда в Республики Беларусь, и мы с каждым годом, даже я бы сказал, с каждым днем, прирастаем в этом направлении. Если раньше турист приезжал сюда на один день, то сегодня он уже приезжает как минимум на два дня, посещая наши объекты, соответственно, посещая наши объекты общественного питания, туристические комплексы, музеи, кинотеатры, другие туристические тропы, ну и, соответственно, и в экономическом блоке касается именно торговли в том числе. Поэтому наша задача здесь выстроить четкую логистику между городами-седлицей Варшава-Брест и формирование всего пакета именно туристических маршрутов, посещение тех или иных объектов. Поэтому, я думаю, здесь все получится, и мы максимально, что касается IT-сферы и туризма, прирастем, ну, я думаю, что, опять же, повторюсь, на 10-15%. Мы даем зеленый свет на все виды сотрудничества. Сейчас развита такая наша цивилизация, что никаких преград, чтобы жители города Сетси обслуживали по IT-технологиям жителей Бреста или наоборот. У нас вообще никаких переград для сотрудничества. Президент будет поддерживать все связи. И как мы будем иметь такое хорошее отношение, перед нами возможен только успех. На встрече польские и брестские управленцы обсуждали и насущную для сторон тему – транспортную логистику. Как подчеркнул Вадим Кравчук, у Бреста в этом вопросе есть ряд преимуществ. Прежде всего, это географическое положение. Здесь у нас есть точки соприкосновения, касающиеся именно транспортно-логистических центров. Здесь у нас есть преимущество перед польскими партнерами в том, что мы можем перегружать с узкой колейки на широкую колейку. Соответственно, у нас есть то оборудование, которое позволяет из железной дороги, то есть контейнер переставлять на грузовой транспорт и дальше идти на Российскую, в том числе, Федерацию и из стран Содружества независимых государств. Поэтому здесь у нас есть взаимовыгодный интерес, касающийся именно автомобильного транспорта, также посмотреть по фрактам и, наверное, географического расположения. И, конечно, не обошли тему развития бизнес-проектов точек соприкосновения. В этом вопросе достаточно много, поскольку предприятия с польским капиталом активно работают на территории Бреста. Также бизнес-сообщество соседнего государства является активным участником Брестских форумов и выставок. В 2020 году к этим проектам присоединятся и представители города Седельце. Сегодня в торгово-промышленной палате, где будут намечены наши планы уже на этот год, как минимум в двух форумах, которые будут проводиться в городе Бресте, в Седельце будут участвовать, то есть бизнесмены, туристическая компания, образование, здравоохранение, они уже будут контактировать именно на этих площадках. Кроме того, что у нас, это будет как минимум в апреле и в июле, у них тоже проводится международный, и они готовы пригласить всех наших желающих поучаствовать на таких партнерских отношениях. То есть предоставить площадке, показывайте, рассказывайте о себе, если кто-то заинтересует, дальше работайте. Я думаю, что данная встреча позволит, прежде всего, нарастить внешний торговый оборот как минимум на 10% и даст возможность, прежде всего, создания новых рабочих мест, поступления в бюджет и, соответственно, отгрузку продукции на экспорт для получения валюты. В ближайшее время планируется подписать декларацию о намерениях между городом Седельце и Ленинской администрацией Бреста. Сегодня документ находится в разработке. Лариса Осмоловича, Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук для программы «Итоги недели». Продолжим тему. 24-25 апреля Брест станет региональной экономической столицей. Здесь в пятый раз состоится форум-выставка деловых контактов «Брест-2020». Стоит сказать, что за все время существования мероприятия сотни предприятий и организаций смогли представить здесь свою продукцию, найти надежных и проверенных партнеров из-за рубежа. Расположенный на пересечении основных транспортных маршрутов, Брест служит связующим звеном в системе экономических отношений между двумя союзами – европейским и евразийским. Благодаря своему выгодному геополитическому расположению наш город может стать центром притяжения интересов инвесторов, желающих вложить деньги с реальной отдачей. Что интересного подготовили организаторы на пятый юбилейный форум и в чем видят преимущества в участии представителей бизнес-сектора? Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Сельское хозяйство, страхование и консалтинг, машиностроение, древообрабатывающее, легкая промышленность, транспорт, логистика, торговля, туризм – и это не полный список сверхдеятельностей, представители которых могут стать участниками пятого международного форума выставки деловых контактов «Брест-2020». Как рассказала заместитель генерального директора Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Пивник, свое желание приехать уже подтвердили делегации из Болгарии, России, Украины, Литвы, Латвии. Те, кто сегодня хочет совместно с предпринимателями областного центра развивать бизнесы. И предпосылки для этого существуют. Чем активнее будет происходить взаимодействие всех сторон, чем больше партнеров мы найдем друг у друга, тем больше новых каких-то перспектив откроется для этого бизнеса. Потому что этому будут пришествовать первые встречи, возможно для кого-то только знакомства, но в перспективе деловые люди найдут те точки приложения своих идей и своих деловых таких намерений, чтобы это могло приносить прибыль обеим сторонам. Для более эффективной отдачи в рамках форума предусмотрены контактные встречи предварительно с организаторами, участниками мероприятия могут договориться о дополнительных посещениях производств. Акцент в 2020-м будет сделан на экспорт услуг. Не последнюю роль в этой сфере играют IT-компании. Белорусские программисты уже давно имеют закрепившуюся репутацию серьезных партнеров. Продукты этого сектора экономики сегодня востребованы за рубежом. Компании научились искать себе заказы, компании научились работать с западным клиентом. Авторитет белорусских компаний очень высокий. Сейчас у меня было две поездки, встреча в посольстве Канады, в посольстве Евросоюза и везде мнение о белорусских разработчиках. Это как какая-то рекламная отрасль, которая в Беларуси двигает вперед. Что необходимо сделать? Наверное, наша экономика должна развиваться. То есть важно не только увеличивать экспорт. IT-компании будут расти тогда, когда у них будет внутренний заказ, когда они будут развивать наши предприятия здесь в Беларуси. А для того, чтобы это случилось, эти отрасли тоже должны развиваться. То есть только на них, опираясь, может увеличиваться какой-то внутренний продукт, который создают IT-компании. Но экспорт растет. Я думаю, что рост достаточно большой. Второй день фурома выставки в этом году будет посвящен развитию туристической отрасли. Сегодня это направление имеет особые условия для улучшения качества обслуживания с учетом действия безвизового режима. И если театр начинается с вешалки, то визит в новый город начинается с комфортного размещения. Созданный на базе гостиницы «Интурист» профильный туристический центр готов принять всех желающих открыть для себя Брест и его просторы, помочь с оформлением документов и проживанием. Воспользуясь безвизовым режимом от Бреста турист более 2500 туристов, в 2019 году увеличился поток почти в два раза по отношению к 2018 году. Большинство туристов приезжает из Польши, также есть из Литвы, Латвии, Германии и из других стран. Туристические объекты Бреста всегда пользовались популярностью. Однако, если мыслить креативно, то любую стандартную экскурсию по нашему городу можно превратить в путешествие с изюминкой. Кроме цитадели Брестского Арбата, набережной, гостям можно предложить, например, «Вояж в музее истории города», где теперь хранится аутентичный экземпляр Брестской Библии. Прикоснуться к чему-то редкому и эксклюзивному всегда сродни чуду. Конечно же, с приобретением такого замечательного музейного предмета, как наша Брестская Библия, оригинальное ее издание, мы ее демонстрируем, мы гордимся тем, что она у нас появилась. И, конечно же, увеличился поток посетителей в нашем музее. А значит, интерес будет и у зарубежных гостей. В целом, планы организаторов пятого юбилейного форума выставки деловых контактов достаточно амбициозные. Чем эффективнее будет нетворкинг, тем больше проектов получит реальное бизнес-воплощение. К слову, как рассказали в Брестском отделении торгово-промышленной палаты, регистрация на участие по-прежнему открыта. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте экономического форума brest.defisforum.by Анастасия Наздрин, Плотницкая, Дворд Бакунович, Григорий Пекарский, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. 75 лет с момента победы показали, что мало одолеть врага в открытом бою. В мирной жизни нужно не растерять плоды этой победы, не отдать на поругание ее величайшее завоевание. Уроки Второй мировой войны не все усвоили. Многие пытаются переписать ее историю. «Мы обязаны сохранить память о людях, спасших человечество от коричневой чумы. Мы, наследники победы, должны относиться к ней как к величайшей ценности», сказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лапо, открывая 5 февраля эстафету, посвященную 75-летию Великой Победы, которая проводится по решению глав государств Содружества по предложению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. В один день эстафета Победы стартовала в Бресте и Российском Мурманске. Двумя маршрутами пройдет она по территории 9 стран. Сегодня брестские пограничники дали старт эстафете Победы, которая в течение 4 месяцев пройдет вдоль внешних границ стран-участниц Содружества независимых государств. Место остатка выбрано не случайно. Первыми в июне 41-го в бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили воины брестского пограничного отряда, многие из которых погибли в первые часы войны. Всего на плиты мемориала занесены имена 277 защитников крепости, в их числе 33 пограничника и 5 членов их семей. Символично, что мероприятие проходит у памятника, который увековечил подвиг стражей границы. У скриптурной композиции героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертии шагнувшим, собравшиеся возложили венки почти в память погибших в годы войны защитников. Сегодняшнее мероприятие – это символ мужества, отваги нашим дедам, отцам, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сегодня могли в мирной жизни строить дома, воспитывать детей. И эстафета победы вдоль внешних границ государственных участников Содружества – это фактически эстафета вдоль границ бывшего Советского Союза. Она символизирует непосредственно наши отношения к тем поколениям, которые отстояли мир и покой. В мероприятии приняли участие пограничники, представители органов власти, школьники, горожане, ветераны. Я участвовал в первой эстафете, которая была посещена 20-летию начала Великой Отечественной войны, это 61-й год. Ну, тогда мы эстафеты, я ни одной эстафеты не пропустил, и сегодня я горжусь тем, что участвую в этой эстафете, которая посвящена 75-летию победы нашего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Генерал-полковник Александр Манилов вручил старшему эстафетной группы символ эстафеты, после чего был отдан приказ начать движение по маршруту вдоль государственной границы. С данным символом мы проедем все подразделения органов пограничной службы, посетим каждую именную подразделения, каждую именную пограничную заставу, встретимся с личным составом, встретимся с местным населением, рассказываем о буднях, о боевых днях органов пограничной службы, проведем уроки мужества. В состав эстафетной группы входит как офицер Государственного пограничного комитета, Также и ветераны органов пограничной службы, где они поделятся с подрастающим поколением военнослужащих, с молодежью, расскажут о своих боевых буднях в то время, когда они проходили службу. К слову, стартовала эстафета одновременно в двух городах – Бресте и Российском Мурманске. Далее она пройдет по территории девяти стран. Завершится эстафета 28 мая в Москве на Поклонной горе. Не так давно на сайте Брестского горосполкома был опубликован график капитального ремонта жилищного фонда на текущий год. В списке 29 объектов ремонтные работы начались еще в конце 2019 и активно продолжаются сегодня. Капремонт домов – одна из самых уязвимых тем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но в Бресте, пусть постепенно, но вопросы решаются. В подтверждении – юбилейный год. В порядок было приведено 33 дома. В планах с 2019 по 2023 год реновацию переживут 120 домов. О самых актуальных вопросах капитального ремонта домов наш корреспондент Ирина Кузьмич поговорила с начальником жилищного ремонтно-эксплуатационного управления Бреста Игорем Годуном. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – один из наиболее важных элементов воспроизводства жилищного фонда Республики Беларусь. В 2019 году в городе Бресте капитальный ремонт был выполнен на 33 объектах. В нынешнем году ремонт запланирован на 29 объектах многоэтажной постройки. И несмотря на то, что на улице Февраль, строительные работы уже идут. Наша съемочная группа побывала на нескольких локациях, где ведутся строительные работы. Одной из таких стал дом по адресу улицы Спортивная 6, который был построен в 1957 году и за время своей полувековой истории успел потерять не только первозданный вид, но и качество технического состояния. Общая площадь квартиры трехэтажного жилого дома составляет 1700 квадратных метров. Строительные работы на этом объекте активно ведутся с ноября 2019 года. За это время сделано немало. Комплексный ремонт здания подходит к концу. К слову, каждый объект требует индивидуального подхода. Основные виды работ как в прошлом году, так и в этом году останутся приоритетами направления. Это ремонт кровли, ремонт фасада, баконов, инженерных коммуникаций, отмостки. Выполнение тех или иных видов работ по каждому жилому дому будет определяться по результатам обследования, которые проводят проектные организации. И изготовление проектно-сметной документации. Поэтому виды работ в домах могут быть не одни и те же. Для сравнения мы отправились на другой объект, на котором ведутся строительные работы. Девятиэтажное здание по улице Мицкевича, 11. Дом нуждался в капитальном ремонте по ряду технических, потребительских и эстетических причин. На данный момент строители активно проводят демонтаж кровли и работы по утеплению фасада здания с целью устранения продуваемости наружных стен. Капитальный ремонт набрал хороший темп, потому как выполнить свою работу качественно и в строк – задача номер один для подрядчика. Выполняем капитальный ремонт жилого дома по адресу Мицкевича, 11. Работы ведутся согласно проектной документации. Стараемся все выполнить в срок качественно, чтобы люди были довольны. Сроки проведения капитального ремонта для каждого объекта определяются проектом и могут составлять от 3 до 5 месяцев в зависимости от объема запланированных работ. Если по какой-то причине в ходе строительства приходится приостанавливать работы, то они продлеваются на тот же срок. Кроме того, существует несколько критериев для проведения в доме капитального ремонта. Первоочередной критерий предусматривают при проведении весенних и осенних осмотров жилфонда, которые формируют в каждом же осенном комиссионном ведется обследование. По результатам обследования смотрятся там, где наиболее изношены конструктивные элементы. Естественно, что одной из основных причин того или иной постановки на учет является год постройки. При этом нужно учитывать, что дома центральной части города, они, конечно, старее годом постройки, но не всегда они в более худшем состоянии. Есть разные ситуации. Иначе, мы тогда капремонта вообще по городу с центра бы не вышли в ближайшие лет 10. Потому что домики хоть и маленькие, но требуют больших вложений. Поэтому первоочередной критерий – это, безусловно, техническое состояние. Если есть жалобы в доме на протекание кровли, люди жить не могут, то, естественно, данный дом будет поставлен на капитальный ремонт. Раньше, даже вне зависимости от того, что соседний дом годом постройки будет старше, а состояние кровли в данном доме гораздо лучше. Но это определяется, конечно, не только одним конструктивным элементом, а в целом обследованием. А потому определить, какой дом должен появиться в графике капитального ремонта раньше – задача непростая. Кроме того, количество ремонтируемых объектов ограничено бюджетом. Средства, которые на сегодняшний день используются для финансирования этих работ по капитальному ремонту, поступают из двух источников. Это средства, которые отчисляет население на капитальный ремонт, составляют приблизительно от 4,5 до 5 тысяч рублей. И средства, которые направляются целевым финансированием – это бюджетные средства, в пределах 6-7 миллионов рублей. Итого, в целом, сумма финансирования – порядка 11, чуть более 11 миллионов рублей. Тысячелетний Брест обязан своим обликом не только новостройкам. Благодаря капитальному ремонту жилфонда, многие улицы ежегодно становятся красивее и опрятнее. Большинство объектов, которые утверждены в графике капитального ремонта на этот год, расположены на улицах советских пограничников – Гоголя, Мицкевича, Янки, Купалы. Ирина Кузьмич, Идуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Международный день стоматолога отмечают завтра во всем мире. Беларусь не исключение. Эта область медицины благодаря современным технологиям и подходам развивается. Можно сказать, семимильными шагами. Новейшие приборы и установки облегчают работу стоматологам, помогают сделать диагностику точной, а процедуру лечения безболезненной. Но все же, несмотря на высокотехнологичные разработки, секретом голливудской улыбки врачи считают грамотный уход и профилактику. Один из самых спорных вопросов, возникающих у многих женщин, это лечение зубов во время беременности. О этой теме ходит огромное количество мифов и слухов. Про особенности анестезии во время беременности и о том, существует ли опасность лечения зубов, если женщина находится в интересном положении, расскажем далее. Кира Дмитрук дарит людям красивые улыбки на протяжении пяти лет. Поход к этому стоматологу не вызывает страха, паники или плохие эмоции. Девушка находится в интересном положении, собирается в декретный отпуск. О здоровье своих зубов, как полагается, врач позаботилась заблаговременно. К этому призывает и всех будущих мам. Посетить стоматолога девушкам рекомендуется за три месяца до наступления предполагаемой беременности. Беременность, конечно, не самый лучший период для лечения зубов, так как у нас наши манипуляции часто связаны со стрессом и тем, что мы используем различные медикаменты. Однако современные технологии и препараты позволяют уменьшить риск для ребенка и улучшить здоровье мамы. Мы рекомендуем посещать стоматолога во втором триместре беременности. Это самый безопасный период. Считается, что органы уже все сформированы и плацента в полной мере может защитить ребенка. Беременность – это стресс для женского организма, который по-своему и по-разному влияет на все его системы и органы. Полость рта – не исключение. Если отсутствует соответствующее лечение и должный уход, могут начаться проблемы не только с зубами, но и с ребенком. Больной зуб – это источник множества бактерий и инфекций. В первом и третьем триместре мы не рекомендуем проводить анестезию. Однако, если это вдруг становится необходимым, то мы стараемся выбирать анестетики, в которых нет адреналина, либо с минимальным его содержанием. Словом, чтобы 32 жемчужины оставались такими же жемчужными, нужно не забывать о ежегодном походе к стоматологу всем людям. Сегодня Брестская городская стоматологическая поликлиника обслуживает свыше 102 тысяч человек. Врачи учреждения осваивают новые материалы, обновляют инструментарии, работают с новым оборудованием. Расширяется и спектр услуг. К примеру, недавно начали использовать методику дентальной имплантации с последующим протезированием. Также появились ортодонтические услуги. Методик много, вариантов много. Хирурги учатся, совершенствуются и хирурги, и врачи-стоматологи, и ортопеды. Ортодонтическое лечение также у нас развивается с использованием мультибондинг-системы. Это, проще говоря, брекет-системы. Преимущественно, конечно, оказываем помощь взрослому населению. Но если дети смешаны прикусом, то есть уже у ребенка постоянные зубы есть, если ему положено лечение брекет-системой, и родители, в общем-то, согласны на это, также оказываем такие услуги. Тема профилактики и постоянного ухода кажется избитой, но она по-прежнему актуальна. В погоне за идеальной улыбкой нужно следить за здоровьем зубов ежедневно, а стоматологу показываться один-два раза в год. Звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова